Мороженое вместе с тарелкой. Хотите приготовить самое вкусное мороженое? Вместе с вашими детками. Всего три ингредиента. Кукурузные палочки, сгущёнка, сливочное масло. И от этого десерта вас за уши не оттащишь. У меня у самой уже слюньки текут, а дочь уже облизывает шоколадные пальчики. Нам понадобится 150 грамм кукурузных палочек. У меня три маленькие пачки Рузика или можете взять одну большую упаковку Макси. Всегда использую только Рузик. У них идеальное соотношение сладости, воздушности и нет лишней влаги. Ими не только приятно лакомиться как десертом, но и они идеальны в рецептах. Палочки нужно измельчить до мелкой крошки. Например, с помощью толкушки. Но я решила облегчить себе задачу и воспользоваться комбайном. Вжик-вжик и содержимое огромной миски уменьшилось три раза. В сухую смесь по желанию вы можете добавить прямо в блендер при измельчении. Грецкие орешки, печенье, особенно вкусно с солёным арахисом. Но мне нравится именно этот вкус без дополнительных ингредиентов. Кто любит лакомиться сгущённым молочком? Мы большие любители сладкого, но стараемся себя в этом ограничивать. А если и чем-то лакомимся, то стараемся приготовить самостоятельно. Обращайте внимание на состав, чтобы он был натуральным. Можно использовать варёную сгущёнку. Вот здесь видео, как её сварить, чтобы она точно не взорвалась и не испачкала вам всю кухню. Пол банки сгущёнки добавляю постепенно, чтобы масса становилась влажной. Здесь уже поджидает сливочное маслице. Я его достала заранее, чтобы оно было размягченным. Пол пачки будет достаточно. Не рекомендую растапливать масло, так как вкус у конечного продукта поменяется. По желанию сгущёнку и масло вы можете заменить, например, на сливочный сыр или сметану с сахаром. Обратите внимание, что я размешиваю рукой, чтобы ощущать влажность массы. Не стремитесь добавить лишнее масло и сгущёнку. В итоге у вас получится такая масса. Если её сожмёте в руке, то она хорошо держит форму. Пол банки сгущёнки и пол пачки масла у меня остались. Нам понадобится вот такая штука. Знаете, что это? Мои древние формочки для мороженого из Икея. Им лет 10 точно. Я решила заменить пластмассовые палочки на деревянные, чтобы был вид настоящего мороженого. Они лежат в любом магазине, где есть отдел с мороженым или продаются в интернет-магазинах упаковками. Утрамбовываю смесью формочки очень плотно, чтобы не было пустот. Вся мороженица плотно забита. Я даже воткнула палочки поглубже и ещё разок приминаю сверху. И теперь убираем всё в морозилку. Через 3 часа достаю формочки. Они превратились в настоящие льдышки. В стакан наливаю кипяток. Погружаю форму в воду и считаю до 10. И тогда формочки легко сниматься. Приглашайте деток помогать вам готовить. Им обязательно понравится. Своё мини-мороженое дочь делала самостоятельно. А вот здесь я недостаточно плотно утрамбовала и получилась пустота. Смотрю на мороженое, аж слюньки текут. И хочется съесть его прямо так. Но впереди самое интересное. На плиту ставлю кастрюльку с водой и включаю конфорку. У меня огромная плитка бабаевского шоколада. 180 грамм. Он тёмный, чтобы равновесить сладость сгущенки. Попросите деток сначала поломать шоколад, а потом его открыть. Закладываем кусочки в миску и растапливаем на водяной бане. Можно конечно растопить и в микроволновке, включая на 10-15 секунд. Но у меня уже был неудачный опыт. Что это? Почему дырка? Поэтому действую по старинке. Разрешайте деткам участвовать в процессе готовки. Вся шоколадка пойдет в дело. В стакане налит кипяток. Я его сейчас вылью и в этот горячий стакан перелью растопленный шоколад. Шоколад очень густой, поэтому добавляю растительное масло. Примерно 3 столовые ложки. Масло у меня подсолнечное, без запаха. И перемешиваю, чтобы получить более жидкую консистенцию. У меня широкий большой стакан, поэтому он не заполнен. Вам рекомендую брать высокие узкие стаканы. Мороженки из холодильника погружаю в шоколадную глазурь. А вот так это выглядит у профессионалов. Советую мороженое выкладывать не на пергаментную бумагу, а на решетку, чтобы излишки шоколада стекали вниз, а не образовывали лужицу под собой. Через пару минут шоколад застывает, так как само мороженое очень холодное. Остатками шоколада делаю диагональные полоски. И пока они не застыли, посыпаю кокосовой стружкой и цветной посыпкой. С посыпкой не усердствую, так как она сама по себе не очень вкусная, но зато безумно красивая. Не забудьте под решетку расстелить пергамент, чтобы не изляпать стол или подоконник, как в моем случае. А теперь мороженое отправляется в холодильник, а у меня, а у меня на лоджию. Как же мне хочется поскорее попробовать этот наверняка вкусный десерт. Мороженое вместе с тарелкой. Вкусно. Очень? Угу. Я была права, он очень вкусный. Такой вкусный, что слюньки текут и можно просто проглотить язык. А с чашечкой горячего чая или кофе это будет идеальный дуэт. Надеюсь, что и вы с вашими детками приготовите этот идеальный десерт. И я очень буду рада вашему пальчику вверх под видео. С Рождеством вас, мои хорошие! Всем пока-пока и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok